Ожидания завышены. Визит может быть меморандумом, да, что так резко измерить весь контекст взаимоотношений. Мне кажется, что за один визит или даже два или пять трудно, но в общем, ну это серьезный шаг будет. Договор, который будет, если будет, это в любом случае будет меморандум. Договор о мире и мире – это разные вещи на самом деле. Но визит будет иметь значимость. Я совершенно не уверен, что Азербайджан собирается выводить свои войска и совершенно не думаю, что процесс делимитации можно провести в такие страны. Я бы не стал назвать то, что происходит с того же делимитацией, это скорее бортеризация. Делимитация – это другого типа процесс, да. Тут просто республика Армения уступила до земли, которые она контролировала, разводят и взял. Кроме того, ну размер такой уничтожен. Ну давайте я напомню, да, что делимитация Армении с Грузией идет уже порядка, вот более 30 лет и примерно на две трети границ делимитирована. А это граница более короткая, чем с Азербайджаном, и это граница с государством, с которым у нас нет конфликта и благоприятные, хорошие отношения. Делимитация границы Грузии с Азербайджаном, она идет более, тоже более 30 лет, и там есть проблема гораздо более серьезная. Так называемого, давид-горячего монастыря, там конфликт просто существует, ну и так далее. Это не такой процесс, который можно провести за месяц. Он чисто технически достаточно сложный, да, там демаркация, это очень серьезный, сложный процесс, когда люди работают просто на земле, что называется. Поэтому нет, я не думаю, что это возможно так быстро. Это нужно воспринимать как политическое рито. Этот человек является чиновником в рамках существующей власти. Работа политиков, которые встроены институционально в текущую власть, является защитой той точки зрения, которую эта власть приняла. Да, да, эта защита в силу большей или меньшей компетенции, большей или меньшей возможности высказываться и так далее, она должна продвигаться. А позиция такова, что это нужно делать дальше. Вероятность визита, конечно, существует, особенно если будут подвижки в заключении мирного договора демаркации границы, это будет действительно прорыв. Это будет действительно знаковый визит для всего региона. Но сейчас ситуация протестов, ситуация претензий к господину Пашиняну, что он якобы распродает страну или сдает территории подобную информацию деструктивно. Она просто подливает масло в огонь, делает протесты, ожесточение, дает повод, дает пример. То есть даже если переговоры идут, разговоры идут, то чисто логически. Скорее всего, какие-то подтверждения появятся только в конце лета или осени, или незадолго до визита. Хотя бы для того, чтобы вы не смогли сорвать. А желающих сорвать достаточно и в Армении, и в России. Это естественный ответ. Слишком сложная и тонкая идет игра, и слишком опасная тема. Только относительно проблем, из-за которых случилось уже три войны. Так что все опровержения вполне понятны в данном случае, оправданы, даже если разговоры о визите и идут на самом деле. Очевидно, что разговоры, диалог идет и открыты, и в закрытых форматах. Но сейчас не в контексте Азербайджана, а, повторюсь, в контексте политических протестов в Армении. Муссирование этой темы, визита, поездки в Азербайджан контрпродуктивно. Минская группа работала, исходя из возможности полномасштабного урегулирования конфликта, которым занималась Минская группа ОБСЕ, при сохранении автономии Нагорного Карабаха. Поскольку сейчас Нагорно-Карабахская республика упразднена, в общем-то, необходимость в такой группе, она, по крайней мере, незначительна, потому что демаркация идет на двусторонней основе. Препятствия для демаркации создаются внутри стран, ОБСЕ в внутреннюю политику не вмешивается. Поэтому я думаю, что в данном случае этот шаг достаточно логичный, потому что конструктивный ресурс деятельности миссии ОБСЕ, он в значительной степени исчерпан. Но, естественно, что для ее упражнения необходима двусторонняя инициатива сторон в конфликте, поэтому так же логично, что Алиев предложил это сделать и своему армянскому коллеге. Другое дело, в какой степени это решение будет соответствовать интересам республики Армения, это уже дело армянского государства и армянского народа. Насколько я понимаю, сейчас в армянском обществе нет единого мнения относительно вообще перспектив урегулирования, то есть оформления урегулирования, каким оно должно быть. А роль ОБСЕ в этом процессе сейчас я лично не просматываю, чтобы она была и тем более была положительной. Мне представляется более реальным, если бы функции посредников, наблюдателей, гарантов взяли на себя государство постсоветского пространства, в частности ОДКБ и ЕАЭС. Я напомню и то, что первое соглашение о прекращении огня, оно ведь тоже было достигнуто отнюдь не по линии структур ОБСЕ или каких-то других, а именно по линии структур СНГ. Именно парламентская ассамблея СНГ в Бишкеке тогда предложила план урегулирования, который был, конечно, в итоге принят на том этапе 12 мая 1994 года всеми сторонами. Причем тогда речь шла о трех сторонах, потому что Арсак тоже подписал это соглашение. А сейчас, может быть, о двух сторонах речь идти, но в любом случае, я думаю, что вот этот формат был бы более подходящим, чем формат ОБСЕ. ОБСЕ. Господин Рот, он вот такой крайний либеральный зеленый политик, хотя он в СДПГ, в социал-демократической партии, в партии Шольца. Но он вот всегда выступает с такими фундаменталистическими идеями, сохраняя ценности, плавать человека и так далее. Это его политика, это его, как говорится, конек во многом. Его линия не всегда совпадает с линией канцера. Скорее, его линия совпадает с позицией госпожи Бербок, которая зеленая в министерстве иностранных дел. Он же штат-секретарь, фактически заместитель министра иностранных дел. Поэтому это высказывание, это, конечно, не он, достаточно статусный человек. Но это не то, что он здесь высказывает, не обязательно является позицией канцлера. Я думаю, что по-прежнему в немецком правительстве все сходятся, во всяком случае, в большинстве в социал-демократической партии, правящей партии. В первую очередь, кририсет сотрудничества с Азербайджаном — это ресурсы. Это получать оттуда природный газ, потому что нужно заменить каким-то образом отсутствие российских поставок. Но в то же самое время, да, как вы видите, Германия тоже, в свою очередь, задействована очень активно в поисках мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Тоже абсолютно так. Поэтому тоже нельзя сказать, что двоякая цель. Это тоже остается дальше цель политики. Насколько одно и другое можно сейчас объединить или поставить в какие-то такие условия, что только если, то тогда. Я думаю, что это скорее обыскало мнение господина Рота. Это, как я уже сказал, не обязательно позиция Сольца. Я думаю, что в Германии исходит с того, что мирное соглашение будет в любом случае. Это вопрос времени. Во всяком случае, я не слышал ни от кого, который тут сомневается, что это будет подписано. Но Германия же не является... Она поддерживает это соглашение, но она же не является архитектором этих договоренностей. Вы же видите, что Германия признала, во всяком случае, за Азербайджану на гордок раба. И в связи с этим есть надежда, что ситуация просто стабилизируется, очень успокоится после подписания этого мирного договора. Боится экономические потери. Я так скажу. В Германии есть тоже прагматизм. Причем нельзя забывать то, что происходит даже в обществе, в такие тут лоббийские группы и так далее. Здесь, во Франции, очень сильное армянское лобби. Это известно. Там так получилось, что после войны там очень много армян оказалось в Париже. И они создали там прочную политическую диаструю, которой, конечно, зависит тоже сам президент и политика Франции. А в Германии этого нет. В Германии, скорее, я бы сказал бы, если так посмотреть, скорее по-мусульманскому лоббию. Это и есть разница между подходами Франции и Германии. Я бы сказал. Но это не самое главное. Понимаете, это не самое главное. Это просто побочный такой элемент, побочный такой фактор, который надо учитывать.